здравствуйте дорогие друзья в прямом эфире с вами чая green всех рада приветствовать на моем любительском youtube канале точно пока любительский непрофессиональный делаю я видео может если кому интересно я думаю что не интересно потому что я так смотрю видео смотрят люди но никаких комментариев ни лайков ни дизлайков ничего не оставляют у меня всегда вопрос почему настолько не нравится что даже слов нету или настолько нравится что тоже слов нету а вот или ради какого-то принципа это ваше дело ставить не ставить эти лайки дизлайки там комментарии мне просто интересно мне просто интересно потому что я же новичок мне все интересно что youtube канала потому что ну и естественно как любой человек я служу по себе что если я смотрю какие-то видео в ютубе а я смотрю практически каждый день то что меня интересует то я ставлю либо я просматриваю либо я ставлю лайк вот либо какой-то комментарий даже просто чтобы поблагодарить человека хотя бы словесно его поблагодарить за его потраченное время на это видео потому что ну реально чтобы отснять видео надо отложить все свои дела надо приготовиться хоть как-то привести себя в порядок сесть включить эту камеру свет там понимаете это тоже что это тоже какие-то наши затраты наши энергоресурсы и так далее вот у в честь так сказать уважение до к человеку что он потратил скажем так свое какое-то время там или какие-то свои знания информацию не важно даже что то хотя бы там как-то словесно его отблагодарить вот потому что это всегда стимулирует потому что когда ты выставляешь видео и ты видишь что не лайка не дизлайка там не комментария как-то кажется зачем а вот но в моем случае могу сказать зачем мне нравится мне нравится потом посмотреть на себя со стороны а вот потому что потом я включаю видео смотрю на себя со стороны думаю ой боже мой боже мой вот либо же другая реакция оказывается я такая я об этом не знала потому что мне лично очень интересно на себя со стороны посмотреть вот потому что обычно я же слышу 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 о себе там какие-то комментарии дали бы слова от других людей вот но каждый человек на нас смотрит скажем так в силу своего какого-то мировоззрения в силу своего сознания да то есть он смотрит через призму своего ума именно поэтому кому-то мы нравимся кому-то мы не нравимся для кого-то мы интересны кому-то мы вообще не интересны кто-то нас считает красивым кто-то страшным вот я допустим за всю свою жизнь естественно как любая женщина я задаюсь вопросом а я красивая или нет ну что каждая девочка хочет быть красивой ну такова природа женщины правильно что тут скрывать каждая девочка хочет быть красивой каждый мальчик хочет быть сильным героем да естественно всегда этот вопрос и за всю свою жизнь я слышала разные скажем так комментарии в свой адрес от людей кто-то хорошая ну страшная ну пипец как страшная и мне это даже говорили в моей семье самые мои родные люди другие люди говорили боже у вас ангельская красота причем вот именно вот этот комплимент да что у меня ангельская красота мне говорила уже взрослая женщина она пришла ко мне на консультацию поконсультировалась и потом когда уже уходила говорит знаете на консультации говорит мне все понравилось все классно все супер там я буду делать выполнять все рекомендации ну я еще хочу кое-что сказать я грусту она горит такая красивая у вас прям ангельская красота я так удивилась тоже думаю куда мне вообще куда мне вообще в какую сторону в какой отряд до в страшных уродин или все-таки в ангельскую красоту и и мне ну как бы с детства поскольку я с этим часто сталкивалась да если часто мне этот вопрос всплывал но потом когда я начала изучать психологию людей законы кармы и так далее сознание почему на одну и ту же ситуацию у людей разные мнения разные впечатления разные реакции хотя одна и та же ситуация и изучая все эти вещи я поняла что человеческое сознание да и его манас он так устроен что он на этот мир на одну и ту же ситуацию на одного и ту же человека смотрит через призму своей кармы через призму своего сознания именно поэтому невозможно никому понравится да и есть у меня такое выражение вот если там кто-то говорит ой да ты такая я говорю знаю что говорю я вам не красный червонец чтобы нравится это денюжка красные червонцы всем нравится потому что это прана деньги это материализованная прана благодаря этой пране мы живем вот то она нравится всем чем больше праны тем больше из праны то есть из этой энергии соткан весь наш мир сотканы все обстоятельства все предметы любая ситуация чтобы она произошла нужно прана и деньги это материализованная прана то она нравится совсем потому что на денежку мы можем и купить себе покушать и куда-то поехать то есть даже благодаря денежкам создать какое-то событие в своей жизни да даже и либо отрицательные либо положительное интересно как я там все не выгляжу вы хоть бы написали продам макияж еще не сделала за им только делать это что-то меня сейчас понесло вступление такое да пошла тем но раз пошла надо озвучить может кому это интересно вот а вот мы лично как персонажи да как можем кому-то нравится кому-то нет и опять же нравится означает есть общая карма хоть какая-то с человеком потому что если человек говорит ой она мне очень нравится соответственно человек будет там какие-то действия предпринимать чтобы с нами встретиться созвониться то есть создавая ну как бы какая-то карма будет реализовываться очень нравится означает есть с этим персонажем с этим человеком какая-то карма и очень не нравится прямо аж не нравится прямо что трясет там и ради этой ненависти вот этой тряски люди там гадости какие-то друг друга делает тоже отрабатывают какую то карму создают какую-то карму это описано в карма шастрах нравится означает есть карма вашей си не нравится мы никогда к этому человеку допустим не подойдем да и естественно никаких событий ничего не будет вот и лишь было ну вот интересно я это изучала да и теперь я поняла что не стоит гоняться за какими-то модными вещами не стоит прислушиваться уж сильно к чужому мнению потому что вот я одна а мнение будет 8 миллиардов вот сколько населения на земле мнений будет 8 миллиардом и где правильное мнение так какая я да красивая или некрасивая симпатичная симпатичная обаятельно не обаятельно в черном какая у каждого будет свое он на меня будет смотреть в силу своего сознания в силу своей кармы то есть в силу своего моноса поэтому когда люди из кожи вон лезут чтобы всем понравится всем угодить друзья мои это невозможно вы не красный червонец чтобы всем понравится и всем угодить поэтому лучше быть таким какой вы есть ну конечно держать себя как-то в форме да не запускать себя там следить за собой там как-то придерживаться каких-то норм там поведения там стиля одежды там я не знаю ну быть самим собой потому что всегда всегда найдутся люди которым вы будете казаться очень красивым вот ангелом да вот как я слышала такие комплименты вот при том не от мужчины до мужчины это понятно всегда женщине делают комплименты часто у них бывает свой корыстный там какой-то подтекст и интерес да вот от женщины если вы слышите комплимент это уже как-то все-таки о чем-то говорит и вот за свою жизнь я слышала такие комплименты что да красиво или там прям ангел очень красивая а другие боже какая страшная какая уродина там длинная худая понимаете для кого-то длинный худой это страшно а для кого-то кругленький и маленький это красиво а почему а потому что в карме так написано что этому человеку будет нравятся вот эти он будет выбирать вот этих там для общения там для дружбы для любви а вот поэтому понравится всем невозможно а вот и всегда конечно когда человек какой он есть такой есть он как говорится в своем натуральном состоянии то в расслабленном нормальном натуральном состоянии он всегда все равно всегда более привлекателен чем даже смотришь там красивый человек красивый а он пытается из себя что-то кортить всем угодить такой подлиза знаете вот подлиза все вот это всем чтобы угодить чтобы всем понравится из кожи вон лезет в итоге сесть на теряется очень много праны потому что он не в естественном самом своем состоянии в итоге потом разочарование а я так старался я так старался и никому не по никому не понравилось зачем зачем надо в естественном состоянии будет и тогда когда за на каждый товар найдется свой купец кому-то вы понравитесь вот причем очень сильно очень сильно поверьте мне я знаю что говорю на что я уже прожила 46 лет естественно в своей жизни но у меня лично и в силу моей профессии да поскольку уже 20 лет консультируешь людей естественно я изучала и знаю психологию людей все вот эти законы кармы и так далее то я могу с точностью сказать что надо быть естественным какой вы есть это для вас будет и психологически легче и лучше и поверьте мне вот те кто страдает комплексами девочки мальчики кто страдает комплексами там неполноценности или тому и красивый некрасивый это комплексы зачастую навязанные вот нам кем-то родственниками может быть с детства понимаете вот тут вот допустим родственник на нас смотрел через свою негативную карму вот с этим родственником у нас негативная карма раз есть негативная карма соответственно вы не будете ему нравится и он на вас вот эту негативную карму будет отыгрывать да и говорить да ты уродина то ты страшная да ты никому не нужна там ну и то и сего прочь там и если вы ребенок и вы другого мнения не знаете вы и вот это вам будет вбиваться то вы будете на это на себя потом в зеркале смотреть через призму вот этого мнения этого человека да вот а реальность может быть совершенно другая вот поэтому надо быть естественным естественный человек всегда более привлекательным плюс у него сохраняется его энергия его прана ему не надо вот этой сконы из кожи вон лезть и потом разочаровываться разочарование это самое страшное что потом человек испытывает и плюс плюс разочарование это вторая составляющая каждого заболевания согласно аюрведе чтобы получить какую-либо болячку абсолютно любую болячку нужно две составляющих непереваренная пища и разочарование да это написано в аюрведе в древнейшей медицине которую дал бог аюрведа переводится санскрит как наука о жизни да и так далее две составляющие нужно чтобы получить любую болезнь абсолютно любую вот самая маленькая это самый большой непереваренная пища на санскрите это называется ама или токсины яд второе разочарование в какой области разочарования в той области уже в теле будет эта болезнь допустим если женщина разочаровалась в любовных романтических отношений отношениях где у нее будет болячка если еще есть непереваренная пища она будет в мочеполовой системе гинекология так что вы можете видеть какой сейчас самый популярный у нас врач гинеколог сколько у нас гинекологически больных женщин практически все а почему а потому что очень сейчас в калиюгу много разочарований в любовной и не побоюсь этого слова нормальное слово в сексуальной сфере женщина в этой сфере получает очень много сейчас оскорблений унижений неудовлетворенности и так далее а это очень важная сфера для отношений понимаете да вот так что меня понесло на и на лекцию читать уже давайте будем краситься а то сейчас потемнеет я опять жаловаться что не хватает освещения так будем сейчас с вами вместе краситься собираться потому что я собираюсь выйти на улицу мне надо найти кокос для упаи искать кокос чтобы сделать упаю чтобы мне в мой период сады сать те люди которые слышали астрологически немножко знают что это это такой достаточно тяжелый период но чтобы его прожить легче лучше а вот есть упаи специальные упаи для этого периода и вот я знаю такие упаи и вот одну из них которая мне очень нравится который очень хорошо работает помогает скажем так в этот период для этой упаи нужен кокос в ту пятницу я его не нашла сегодня тоже пятница а он делается по субботам тоже вот хочу подкраситься да привести себя в порядок и пойти на улицу опять походить по всем магазинам чтобы найти кокос если не найду буду делать другую упаю которая тоже облегчает жизнь в этот период поэтому очень хорошо в арсенале иметь несколько ну так несколько упаи на одну и ту же кармическую кармическую ситуацию да и чтобы от нее не страдать а лучше сделать упаю да и легче ее прожить скажем так если не найду кокос буду опять делать ту упаю которую тоже делала когда в прошлый в прошлом ролике я говорила об этом потому что завтра как минимум две упаи могу я сделать а вот даже независимо найду я кокос или нет ну сегодня постараюсь найти опять отбегу свою округу вот так что давайте будем делать макияжик плюс девочка в прошлом видео мне писала что ей интересны бронзеры что это такое куда это наносится какие у меня есть бронзеры вот я тоже вам хочу сегодня показать свой новый бронзер новиночку а да ну и естественно девочка просила чтобы я показала новиночки там какие у меня есть с алиэкспресса мне нравится алиэкспресс вот честно вам скажу нравится потому что большой выбор товаров есть что-то такое самое дешевое и я никогда не возьму а есть торгуют бренды алиэкспресс это же торговая площадка на которой торгуют разные фирмы разные бренды есть очень хорошие бренды вот я вот захожу смотрю что мне надо начитаюсь отзывов если мне сердце подсказывает что хорошие можно брать я беру плюс не особо дорого бесплатная доставка зачастую вот поэтому новиночек много я вам сегодня покажу одну новиночку румян с алиэкспресса потом румяна палеточка румяна с бронзером а вот как раз чтобы выполнить просьбу девочки покажу новые румяна но они не с алиэкспресса я их нашла на ebay но это японская это японская фирма японская фирма can make и я долго искала и нашла их по более-менее нормальной цене на ebay мне пришли вот ну и одна из новиночек с алиэкспресса вот этот ободочек красивый смотрите какая прелесть очень хороший очень легкий классные девочки он стоил что-то рублей 150 представляете за 100 ну да 150 рублей какой красивый ободочек смотрите ткань прям такая типа атласа что то такое вот это вот вышивочка видите да вот смотрите видите да очень красивый ободочек я еще еще один взяла только там цветочки цветочки ну цветочки сегодня не одела хотя можно было бы сегодня пятница цветы можно было бы ну что-то я решила зелененький одеть показывать вот смотрите какой красивый ободочек что-то рублей 150 и так быстро дошел что-то через за недели три вот в москву московскую область короче такое так ну как вы можете видеть я нанесла тональный пудру бровки и слизистую почему я заранее это всегда делаю чтобы сэкономить время потому что мои видео и так очень очень длинные получаются хотя я сама люблю длинные видео не надо бегать и постоянно искать что-то новое включил длинное видео сидишь и смотришь смотришь или засыпаешь а когда видео короткие пять шесть там десять минут посмотрел все а хочется еще допустим да и надо опять кого-то искать кого-то искать а так включил любимого блогера у него там видео час-полтора и все не надо бегать искать что-то делаешь там картошку чистишь и смотришь а просто знаете вы начали чистить картошку да видео только началось сразу закончилось и вам надо вот это руки мыть вымывать опять идти там искать еще что-то такое поэтому я лично сама люблю длинные видео чтобы через каждые десять-пятнадцать минут не бегать там что-то другое не искать вот ну видео как я уже сказала у меня длинные и чтобы их немножечко сократить то я до начала съемки просто делаю по крайней мере база под тон ну как правило это какой-нибудь кремчик увлажняющий специально базу я никакую не покупаю я как правило какой-нибудь увлажняющий крем либо это чистая линия очень увлажняющий крем чистая линия с розой там есть вот такой тюбичек вот либо это вот эвелин мезокрем для лица 45 плюс он дневной ночной этот крем очень приятно пахнет хороший кремчик вот я его под базу наношу это вот эвелин у меня даже здесь на столике где я крашусь он у меня так и стоит потому что я сажусь его наношу и все специально базу брать зачем мне кажется это лишняя отрата денег я не считаю что это прям нужно вот тональный крем тональный крем я нанесла от буржуа хотела сначала его выкинуть потом ну что выкидывать новый крем думаю ладно уже допользую ну вот у меня уже тут половины нету вот видите да уже половиночки нету вот за эти там несколько месяцев там сколько за два-три месяца половину использовала хороший крем просто я новенький купила а хочется новенькое начать а это куда сначала хотела выбросить а потом думаю да что выбрасывать да зачем так переводить тем более только открыла новый думаю ладно допользую поэтому когда так на каждый день я вот этот кремчик пользую буржуа от health и микс у меня для светлой кожи там 51 оттенок он хороший легкий и если на коже нету сильных прям каких-то там изъянов он хорошо все перекрывает а уже когда куда-то я иду еду когда вот 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 что-то такое скажем так парадно-выдвижной то я использую вот этот тональный крем 8 пептидов это корейский корейский бренд здесь 100 миллилитров стоил он 550 рублей 100 миллилитров я брала на вал берез вот enough корейский enough это у меня 13 тонн светлый там есть какой-то 21 что ли и 13 их два тона я взяла 13 светлый у меня светлая кожа очень мне нравится очень нравится но я его так это это у меня парадно-выдвижной это повседневный буржуа а это парадно-выдвижной вот ну консилер у меня какой у меня консилер если кому интересно если какие-то прям конкретные точки я использую от катрис всем известный консилер катрис камуфляж он хорошо перекрывает если кому интересно катрис камуфляж а уже под глазки я уже уже сколько получается сентябрь октябрь ну вот пользую вот этот вот эвелин вот эвелин консилер девочки мне нравится достаточно хорошо перекрывает но если прям сильных там синяков там чего-то такого нету такое среднее покрытие для кожи у которой нет слишком сильных таких изъянов девочки 270 рублей 15 грамм здесь 15 грамм 270 рублей эвелин это оттенок там light и medium у меня light естественно для светлой под глазки чипчик даже вот под глазки как здесь 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 вот это вот все что иногда лень наносить еще базу по тени я консилер и сюда и сюда не сушит кожу у меня изначально кожа сухая тем более уже возрастная мне уже 46 47 год пошел мне уже 46 с половиной да вот то что у меня тут есть ну я просто говорю я просто последних два года не вовремя сплю в силу обстоятельств жизни потому что то жила в другой стране а вот плюс ну и жила и сейчас каждый день звонки из другой страны а там время другое и мне приходится ну как бы чтобы увидеть любимого человека позже засыпать потому что у них там другое время да и приходится внешним видом чуть-чуть жертвовать чтобы увидеть любимого человека вот а так я вам уже говорила да что если мы не вовремя спим нам вот это вот никакие крема не помогут надо вовремя спать чтобы кожа под глазами была хорошей чтобы не было синяков женщина должна ложиться спать согласно аюрведе в 9 часов вечера в 9 вечера девочки максимум в 10 понимаете а если вы уже там ложитесь спать в 12 в час у вас вот здесь вот ничего хорошего уже не будет это я вот по себе ну что я говорю даже вот мне 46 47 год да но если я вовремя ложу спать вовремя ложу спать то есть в 9-10 у меня здесь ни морщинок ничего все ровненько все хорошо да ни синяков там вот этих вот таких вот и вот это вот такого вот нету а как только не вовремя все начинаются вот эти морщины потому что обезвоженные потому что отжиз отжиз а этот отжиз нам дает луна 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 у нас когда восходит вечером в 8-9 вечера и когда человек ложится в это время спать то он получает отжиз вот эту тонкую лунную энергию отжиз который нужен для хорошей его кожи для хорошего психологического умонастроения состояния понимаете да ну так или иначе хоть вовремя ложимся спать хоть нет вот этот консилер от эвелин 15 грамм 270 рублей я его использую каждый день я начала его использовать по-моему в сентябре да в сентябре сейчас уже у нас февраль он еще даже не ну он уже заканчивается но еще не заканчивается представляете практически на полгода практически на полгода хватает тюбика хватает тюбика представляете хороший мне нравится так ну и пудру ну пудру я начала вот эту использовать бан ну такая банановая от эвелайн я вам в прошлом видео показывала обычная белая пудра раз начала хочу докончить у меня просто такой характер если уже что-то начала если в общем то мне нравится да нормально то я допользую а если начала и категорически не нравится я не буду себя мучить я выкидываю даже сколько не стоило или дарю кому не нравится так бровки я подвела сегодня карандашиком посмотрите угадайте что за фирма карандашика все скажут Vivienne Sabo Vivienne Sabo 0,2 оттенок да девочки это 4S это фирма 4S 0,2 оттенок 1 в 1 дюб копия на Vivienne Sabo только этот карандашик я покупала за 140 рублей в каком то русском сайте 100 в косметическом сайте 140 рублей 140 рублей но 1 в 1 как Vivienne Sabo и вот я им нарисовала бровки 0,2 я говорю все как Vivienne Sabo только это 4S а вообще его цена даже встречается 86 рублей 86 рублей ну я за 86 нашла сайт но в наличии не было ну понятное дело да то я нашла на другом сайте то ли Белорис Белорис по моему сайт Белорис и там он был по 140 рублей то я 3 штучки сразу взяла а что не взять все равно же крашимся да вот 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 так нарисовала бровки ну естественно слизистую ну слизистую я нарисовала своим карандашиком golden rose в прошлом видео я вам его показывала обычный карандаш и golden rose можно подтачивать можно снимать здесь проталкивать черный такой типа каяла он растушевывается хорошо чтобы смогли сделать и стрелочку и так и сяк то есть очень классный карандаш стоит по крайней мере до вот этой пандемии тоже на каком-то сайте русском я его брала он стоил там что-то около ста рублей около ста рублей golden rose знаете сколько я его взяла ну так чтобы было про запасик десять штучек вернее я заказала двадцать штучек ну видать были последние десять и я мне прислали последние десять зато когда мне надо он кончился я запасика достаю ну вы знаете да девочки любят за щеки запихивать свои запасики надо я запасик достаю надо я чтоб не так что один взяла он закончился а заканчивается естественно быстро потому что он не такой большой сколько он здесь тут-то десять сантиметров да карандашик толстенький но десять да хотя его хватает одного ну на месяц на два и на три может хватить в зависимости сколько вы чего красите ну поскольку я крашусь каждый день то даже каждый день вот я крашусь и верхнюю и нижнюю там по-всякому да слизистые слизистые и когда там растушеванную там ну на месяца два то точно он мне хватает и более того он хорошо держится почему я его беру потому что он хорошо держится и зимой и летом плачете вы не плачете я даже вот в ганге когда была в Индии почему я набрала сразу много да десять штучек потому что три карандаша таких я брала с собой в Индию потому что я в Индии была почти год почти год жила а там под пятьдесят температура еще в ганге купались то этот карандаш 50 градусов температуры выдерживает спокойно в ганге купалась выходила из воды макияж оставался на месте да часто вам говорю абсолютно то я с собой три штучки брала вот два использовала один привезла вот поэтому и набирала потому что я знала что я буду ехать в Индию в Индии с косметикой не очень хорошо но если в каких-то крупных городах если есть какие-то там супермаркеты то можно там чуть-чуть какой-то косметики встретить но это в каких-то таких вот моллах там супермаркетах там вот в Дели там Аришикеш это обычный такой город в предгорьях Гималаев там нету косметических магазинов там нету там в обычном магазине можно встретить помаду ну помада бальзам для губ и как правило одного красного цвета потому что индуски они макияж не делают они красные губы красят и все вот весь их макияж красные губы и можно встретить от компании Хималайя да тушь для ресниц и тоже черную подводку карандаш и все ну редко где там можно пудру какую-то встретить там тени тени я вообще ни разу не видела но они не доносят потому что они темненькие во-первых во вторых их и так мужчины любят понимаете индийские мужчины они такие романтичные они любят вот если он любит он любит ему уже не важно накрашут или нет это наши женщины из кожи вон лезут и все равно карма плохая Там хоть как накрась. Если карма плохая, тебя не любят, то ты хоть что себе накрась. Все равно не любят. Потому что кармы нету на любовь. Понимаете? В Индии там чуть-чуть по-другому. Как-то вот семейная такая карма у них немножко по-другому. Ну и они там девочки с детства долюбленные. То им не надо свои комплексы, знаете, косметикой закрашивать. Вот. Как наши часто. Красятся, потому что комплексов дофига. У меня тоже, честно вам скажу, у меня раньше было очень много комплексов по поводу внешности. Очень много. Очень. Естественно, я с ними, как говорится, работала. И психологически, и кармически всякие. Чтобы они вот меня попустил. А иначе бы я не вышла, так было в эфир. Если у меня комплексы оставались, я бы никогда не вышла в эфир. Тем более практически без косметики. Никогда. Но в силу того, что я и косметику очень люблю. А вот. То я выхожу сейчас в эфир, чтобы поболтать с вами. Там какие-нибудь свои. Порассказывать что-нибудь. Ну, знаете, так это. Такое мое хобби. Хобби такое, да. Ну и косметикой, да. Поделиться косметикой. Показать, что есть у меня. Вот. Я же тоже другие там у девочек смотрю видео по косметике. Потому что я люблю косметику. Посмотреть, что там у других у девочек в косметичек есть. Какие, кто макияжи делают. Соответственно, и сама такой контент делаю. Вот. Потому что мне тоже нравится позаглядывать в косметичку. А вот и в свою, и в чужую. Я помню, у меня этот интерес был еще в детстве. В юности, когда даже интернета еще не было. Это был там в 80-е годы. Еще интернета не было, друзья. Телефонов не было. И я помню, я приходила там к подружке и говорила. Слушай, там, Люд, а у тебя есть косметика? Она говорит, ну так чуть-чуть. А ты можешь показать? Я не буду трогать. Я просто посмотрю. Она говорит, ну есть, конечно. Она там приносила какую-то свою сумочку, косметичку. У нее там какая-то помадка там купленная. Где-то в комиссионке там какой-то огрызок карандашик. Там какие-то голубые тенюшки и все. Я так, вааа, так смотрела. А вот, то же самое. Только сейчас, видите, мне не надо идти к подружке, заглядывать косметичку. В Ютуб включил, да, и посмотрел косметичку другой девочки. А вот. Вот у девочки есть такой, видите, вот этот интерес. Еще когда не было Ютуба. Придешь, она говорит, нет. Или там другая говорит, нет, у меня нету косметички. Я говорю, а у мамы твоей косметика есть? Она говорит, ну, есть там Рубероус. Там вот этот, да, да, вот первые пошли. Я такая, а давай посмотрим. Она такая, да нет, мама, если узнает, там, типа, наругает. Да давай посмотрим, ничего страшного там. И она раз там пробиралась в эту комнату мамину, брала этот набор Рубероус там, да, и мы там рассматривали. И думали, ой, как вырасту, как заработаю денег, как куплю себе этот Рубероус. Понимаете, да? То есть, вот лично у меня уже с детства была вот эта тема. Спросить, если я приходила к какой-то женщине в гости, я всегда спрашивала, а есть ли у вас косметика? А покажите, я трогать не буду, я просто посмотрю. Так смешно вообще. Вот. А сейчас, видите, есть возможность так, не выходя из дома, посмотреть на чужие косметички, и свою косметичку показать, и свой макияж, и свою косметичку поболтать об этом. А, ну вот, кстати, вот, кстати, индийская такая помадка. Смотрите, какая интересная. Вот это я в Индии покупала. Это баттер, лип баттер. Как масло, баттер, да, масло для губ. Бальзам масла для губ. Смотрите. Вот видите, какой цвет ядрененький. Видите, уже мало осталось. Вот уже я больше, ну, две трети я уже использовала. Вот это индийская. Такой, ну, приятный запах. Да, она такая жирненькая, жирненькая. И, как правило, я на ночь наношу цвет такой же на губах. На ночь наношу или в течение дня пока что-то делаю, чтобы губы смягчить, увлажнить. То есть это ухаживающий такой. Вот это я в Индии брала. Видите, в виде карандашка такой толстенький такой. А вот. Вот так. Так, мы болтаем, а время-то идет, скоро потемнеет опять. И я это... Так, давайте краситься, да? Что мы будем? Ну, будем тени брать. Какие я хочу сегодня взять тени? Я даже не знаю. Столько теней, столько теней, девочки. А, кстати, вот. Могу вам показать тени. Тоже новиночка, но не с Алиэкспресс. Тенюшечки, девочки. Я думаю, многие ее видели. Это Айян. Да, называется Айян. Это Бьюти Бэй. Есть сайт, косметический сайт Бьюти Бэй, где многие заказывают косметику. И я тоже, когда заказывала косметику, мне там чуть-чуть не хватало до такой суммы, чтобы доставка была бесплатна. И я думаю, ну, какую еще палеточку взять? Ну, какую палеточку? Я думаю, дай-ка я возьму ихнюю палеточку. Потому что Бьюти Бэй делает свои тенюшечки. Видите, буква Б даже. Вот своя, да, как бы буква Б. То есть это именно палетка Бьюти Бэй. Скажем так, называется она Айян. Правильно я читаю? Айян нюд. Я думаю, дай-ка я ее возьму. Она стоила 700 рублей. 700 рублей. Хорошая такая упаковочка, черненькая. Если вы видите, да, то есть хорошенькая черненькая упаковочка. Я говорю, многие ее видели. Девочки, ну, я не ожидала, что будет хорошее качество. И я взяла такую раскладку теней, потому что, ну, это как базовый набор, да, скажем так, базовый набор тенюшек, цветов. Камера, дневное освещение, камера точь-точь передает тенюшечки. Как вы видите, это базовый набор теней. Там есть такие яркие, цветные, всякие. Но я взяла себе именно вот база. База всегда нужна, да, в любое время, при любом возрасте. То я взяла базу. Год назад брала девочки. Было 700. Девочки, мне очень понравилась эта палетка. Очень. Тени, на удивление, очень хорошего качества. Очень, ну, на мой взгляд, очень хорошего. Макияж красивый получается, хорошо наносится, хорошо тушуется. И оттенки. И здесь, получается, у нас в этой палетке вот матовые и такие три сатиновые, даже четыре. Четыре сатиновых. А вот всего штучек девять. Четыре из них сатиновые, пятые матовые. Классная базовая палетка. Вообще шикарная. Вот. И что я хочу? Я хочу сделать такой макияж. Такой, типа, растушеванной стрелки. Я не знаю, как называется, скажем так, этот макияж. Ну, название, да, самой техники макияжа. Я не знаю, как он называется, честно вам скажу. Вот. Ну, я хочу его сделать. Мне он нравится. И мне он, мне кажется, тоже идет. Ну, давайте будем делать так. И как он делается, этот макияж? Если кому будет интересно, смотрите. Знаете, с чего? Как делается макияж? Если, девочки, если кто знает эту технику, именно название этой техники, вы мне напишите, просветите, пожалуйста. Потому что почему-то эту технику мало кто сейчас делает макияжа. Соответственно, никто не говорит, как она называется. Не знаю. И смотрите, как делается эта техника. Это такая, как растушеванная стрелочка с тенями. То есть, видите, я нанесла, да, вот, слизистую. Но я хочу вот здесь, видите, да, ну, как стрелочку, скажем так, уже нарисовать по краю ресниц. Рисую вот это вверху, якобы, стрелочку. Видите, да, уже стрелочку убили. И здесь тоже. Я просто рисую стрелочку. Это у нас слизистая только была, а здесь прям стрелочка-стрелочка. Вот видите, да? на низ немножечко, потому что мы потом будем это все растягивать кисточкой. Вот, видите? И потом я беру кисточку. Ну, у меня вот такая кисточка. Видите, она, такой кончик у нее, вот такой. И я начинаю вот это, как, ну, как растушевывать. Как будто растушеванная стрелка. Понимаете, да? То есть, прям вот растушевывать. Вот эту стрелочку, делать ее широкой и растушеванной. Этот макияж, если, допустим, наверное, можно и черным, и коричневым карандашом. Ну, если и коричневым карандашом, наверное, будет более дневной вариант. Этого макияжа. Либо же, вот черным, как я сейчас сделаю, он подойдет, естественно, на вечер. Или для смелых девушек, ну, тоже днем. Почему нет? Я и люблю, когда глаза хорошо выделены. Для меня лично, вот, ну, я же смотрю, да, в Ютубе, вот эти все ролики. Весенний макияж. Зимний макияж. Зимняя палетка. Летняя палетка. Как можно это определять? Я лично не понимаю. Я вот, когда сажусь, крашусь. Я крашусь так, какое у меня настроение. Женщина, это же вообще человек настроения, да? У женщины все настроение. Есть настроение, вышла замуж. Есть настроение, развелась. Есть настроение, родила. Нет, не родила. Есть настроение, причесалась, оделась, накрасилась. Нету настроения. Хожу, как атомная война, понимаете? Страшно. Понимаете? Женщина, это сплошное настроение. Как можно... Ой, это зимняя палетка. Это я буду зимой использовать. А это я буду летом. Ну, я думаю, такие придумывают названия. Только из-за того, чтобы, ну, как-то ж видео назвать. Там, ой, все, чтобы посмотреть цветовая гамма на зиму. Какая цветовая на зиму? Я не думаю, что он может быть какой-то один стандарт для всех. Потому что у всех разное настроение. Это, во-первых. Во-вторых, у всех женщины разные типы, разные цвета глаз и разная одежда. Вот, короче. На меня вот эти темы не действуют. Я всегда крашусь так, как мне хочется. И какое у меня настроение. Даже среди бела дня я могу сделать, скажем так, больше темный макияж. В народе это называется вечерний. И блестки нанести, и серьги вот такие одеть. И юбку одеть и пойти себе на улицу. Среди бела дня гулять. А что? Мне так хочется. Вот мне так хочется. Знаете, там длинную юбку какую-то одеть, широкую. Серьги вот такие досюда. Мне вот, кстати, в этом плане Индия нравится. Там одеваются все как хотят. Там нету понятия вечер, ночь, день. Там с утра ты вышел, с утра вышел, а навстречу идет тебе бабушка лет 80, а может и 100. И она идет в красном саре, в розовом, или, знаете, в таком желтом, в кислотном, оранжевом. На ней браслет и вот такие серьги. С утра она идет за молоком. Бабушка 100 лет. И нормально смотрится. Все хорошо. Понимаете? Потому что девочка всегда есть девочка. Вот эта бабушка встала, она же, да, у нее тело бабушки, ну, сознание-то, душе-то ей всегда 16 лет. У нее сегодня такое настроение, кислотное, желтое саре одеть. С браслетами, с такими серьгами. Такое настроение у нее, понимаете? Она же девочка, даже несмотря на то, что этой девочке уже 100 лет. 100 паспортных лет, понимаете, да, и она одела. И идет такая счастливая, и у нее даже, у них даже мысли не возникнет, что она как-то оделась не так. Не по-вечернему, не в тот сезон там, или не в тот час там как-то вот. Вообще, вообще такого не встает. Поэтому у них там и комплексов нету. Они не закомплексованные люди. Они вот, что тебе нравится, то и одел, то и пошел. Хоть вечер, хоть ночь. Вот это классно. Вот это мне нравится. Так, ну, вы видите, да, мы практически, вот видите, вот это веко, мы его вот так вот растянули. Вот этот карандашик, видите, как вот этот голден роз, он хорошо растягивается. Видите, вот на все веко подвижное. Ну и на низ тоже вот так вот. Ну что, я люблю свою любимую форму, такая типа, а-ля, кошачий глазик. То есть, чтобы внешний уголочек так шел. Ну что, такие круглые, когда круглые глаза, ну, на мой взгляд, это не очень красиво. А когда они немножко вот осовидные такие, немножечко как в форме лепестка, да, или как кошачий глазик. Тем более с таким макияжем. Ну, я имею в виду с темным. Мне так нравится. Ну, больше восточный, да, восточный. Или там кошачий глаз. Либо форма лепестка. Ну, как угодно это можно назвать. Ну, как говорится, можно как угодно назвать, но форма от этого не меняется. Вытянутая форма глаза. Потому что когда глаза круглые, мне это почему-то не очень нравится. Так. Так, надеюсь, мы сегодня успеем накраситься до того, как полностью сядет солнце, и мне не придется включать эту лампу. Все-таки солнечный свет, солнечный натуральный цвет, он самый лучший. И для глаз лучше, потому что эта лампа, она слепит глаза. Ну, некомфортно потом. Плюс дневной свет, дневное освещение, он лучше передает. Скажем так, правдоподобней, лучше передает все. И меня, и оттенки теней, и помад, и все-все-все. То есть натурально, правдоподобно. Видите, да, девочки, я вот раз карандашик тоненькую стрелочку навела, а смотрите, сколько смогла его растянуть. Видите, этот карандаш. А если бы мы не растягивали, так оставили, он бы так вот зафиксировался бы и не отпечатывался бы. Я говорю, классный карандаш за 100 рублей. Golden Ross, это турецкая фирма. Ну, хорошая косметическая турецкая фирма. Очень хороший. Бюджетный, но очень хороший. Видите, да, были круглые глазки. Сейчас мы их немножечко так это растянули. Так, ну а теперь берем кисточку. У меня вот такая кисточка, вот такая. Это, кстати, я заказывала тени от Мэйкин, Мэйкан на Алиэкспрессе. Очень классные тени, очень крутые, классные. Я их положила, берегу, берегу. Ну, может быть, с ними тоже поснимаю потом макияжи. Потому что я их пару раз показала в своих предыдущих роликах, вот Мэйкан вот эти. И мне в подарок к ним приходили кисточки. Девочки, классные кисточки, вообще круто. То есть, ну, палетка теней и к ним по три кисточки. Очень классные кисточки, мягкие, растушевывают. Все. Маленькая, средняя, большая. Как раз такие самые ходовые, которые нужны для макияжа. Очень классные. Тени, вот эти Мэйкан, очень тоже классные. Но я их даже берегу. Поэтому редко их даже беру в использование, берегу. Хотя надо. Так сказать, показывать их в работе уже. Ну, просто я взяла кисточка, она чистая. Я в тени ее не макала. А просто, вот видите, вот по этой растушевке, по карандашу, я кисточкой еще вот как бы тушую. Тушую, понимаете, да? Чтобы пятен где-то не было там. Чтобы у нас тушевочка была такая ровная, красивенькая. Ну, то есть, понимаете, да? То есть, я вот этой кисточкой чистой, скажем так, я просто все подтушевываю и прям делаю ту форму, которая мне нужна. Да? Чтобы она была одинаковая. Я говорю, я не знаю, как называется эта техника макияжа. Я ее сама как-то начала рисовать. Я даже не знаю, есть ли она вообще в стилистике, скажем так, в майкапах, да? Или как это, как это называется? Визаж, да? Визажистики есть. Это, скажем так, такой макияж у визажа есть. Он нету, как он называется. Ну, да, это можно сказать, что это, наверное, как этот смоки айс, да? Ну, не знаю, может, это и смоки айс. Правда, я даже, кстати, сказать, я не хотела-то смоки айс. Я хотела чуть по-другому. Ну, видите, я высоко подняла просто карандаш, и получается, что теперь это будет смоки айс. Ну, я говорю, вот настроение, понимаете, думала так, а оно пошло по-другому. Поэтому женщина – это такое непредсказуемое существо. Так, ну, вы видите, да? Потом, в чем заключается дальше момент? Я беру вот из этой палеточки, я хочу взять, наверное, вот этот оттенок, такой рыженький. Вот этот рыженький оттеночек, видите, такой, ну, рыжеватенький, такой коричневый, рыжеватенький, да, оттеночек. Чего мне очень нравится. Его возьму, той же кисточкой беру, и прям вот по нашей форме я прохожусь вот этим оттенком. Такой рыжевато-коричневый, теплый, как молочный шоколад, светлый молочный шоколад. Вот я прохожусь прям вот по нашей форме, по нижнему веку, по верхней, по всей форме я просто прохожусь этим оттенком. Так, видите, да, здесь разница. Вам видно, здесь, ну, коричневатый такой получается, как в смоке, а здесь тот еще, который был. То есть, и уже, видите, оно как бы форма, все задано, но здесь более темное же, да, такое, ну, все-таки черный карандаш. А здесь уже вот в коричневатом таком тоне, да, вот, ну, при этом такой вот он интересный. То есть, и по низу, как вы видите, вот видите, я вот по низу, просто мало ли, я так говорю, как будто обучаю. Ну, может, кому понравится такой макияж, то я просто рассказываю, как я его делаю. Потому что у меня бывает в реальной жизни там, ну, какие-то знакомые, либо подружки говорят, ой, у тебя такой сегодня красивый макияж, а как ты, а как ты так это накрасилась? Ты что, это ходила в это? Ну, в салон? Я говорю, да нет, сама. Я всю жизнь сама себя крашу, я, мне в салоне никогда не делали макияж, никогда. А нет, знаете, как было? Я помню, пришла в какой-то магазин и фороше, что ли. Это у нас там, ну, в центре, в Москве, на Пушкинской. Такой большой магазин, там и фороше, вот по косметике, и фороше, там, или депоте. И это было давно тогда в моду, в моду только, ну, и в моду и только поступила косметика от Мак. И она же такая, там столько оттенков, теней. И я же пошла, думаю, ой, как накуплю, а одна тенюшка 500 рублей. А у меня как раз вот не было на тот момент много косметики. Как раз только как-то вот моя финансовая карма начала улучшаться благодаря УПАИМ. Я же думаю, надо первое дело косметики себе взять, самое любимое, что я люблю. И вот как раз вот началось вот это в продаже, как раз вот в Москву, в центр завезли вот это Мак, Мак. И я же пошла, и я смотрю, думаю, боже, вот эти растяжки теней, одна тенюшка 500 рублей. Я думаю, ну, я помню, набрала 15 тенюшек. Что вы думаете, тени, на мой взгляд, маковские тени не люблю. Сухие, не набираются, а если кое-как набрались, ты его по веку растянуть не можешь, пятнами ложиться. Ну, если какие-то там сатиновые или там шиммерные, ну, еще как-то там нормально. А вот обычные матовые, маковские тени, на мой взгляд, это полнейшее Ге, полнейшее. Так жалею, что я столько денег вбухала. Представляете, вот это купить там, я помню, вот на 15 тысяч набрала оттенков. На 15 тысяч рублей. Плюс еще коробочку, чтобы туда их складывать. Салли. Это кошка. Нет, двери закрыла, она скребется. Салли, подожди чуть-чуть. Да я не ушла никуда, Салли. Вот, понимаете, я так потом жалела, что такие плохие тени, понимаете, а я в них вбухала столько денег, ну, это вообще, вот. Ну, ладно. И вот там же ж вот эти девочки были, которые красят, которые красят, понимаете. Я думаю, дай-ка, а я пришла накрашенная, и я думаю, дай-ка, пусть мне макияж сделают этими тенями, раз они такие дорогие, хоть как-то, да. И я же села в это кресло, сняли мой макияж, и чтобы заново макияж вот этими тенями сделать. Я потом, когда встала, когда посмотрела в зеркало, я думаю, боже, это был первый раз, когда меня кто-то красил. Там же визажисты работают. Там работают визажисты. И, в общем-то, в общем-то, ну, я не знаю, насколько вы видите, у меня нормальные глаза. Они достаточно большие, они достаточно красивой формы, да. Плюс я светленькая. На моих глазах можно... Соли! На моих глазах можно нарисовать все, что угодно. Ну, по крайней мере, она нарисовала. Вот такие у меня глаза были, как у совы, вот такие вот, по 5 рублей. Вообще мне такой стиль макияжа не идет. Соли! Соли! Вот. Такой макияж мне вообще не идет. Я когда встала, посмотрела на себя в зеркало, как вот визажист, и он не видит лица. У меня достаточно такая форма лица, тем более я была, извините, это было там 15 лет назад. Я была молодая и красивая. Как говорится, ни одной морщины, ничего там. Да и сейчас эта камера как-то, она показывает все то, что даже еще нету в реальности. Да, ну как то ли у меня камера такая, то ли чего. А так вот я не совсем плохо выгляжу. А тогда в 30 лет у меня вообще было все прекрасно, понимаете. И я посмотрела на себя в зеркало. Она не смогла из моих нормальных, достаточно красивых глаз сделать хотя бы что-то нормальное. Это пипец. То есть она не смогла нормально мне накрасить. И я с тех пор больше вообще не доверяю свои глаза никому. Потому что я знаю, что у меня достаточно красивые глаза. Выразительные, красивые глаза. Тут даже просто вот так вот стрелочку навела, ресницы, и уже хорошо. Она там что-то елозила, елозила, елозила этими тенями разноцветными. И получилось вот таких два кругляха. Как панда, понимаете, разноцветная. Вообще, надо было не покупать тогда эти тени. Так, ну вот смотрите. Видите, как у нас получилось. Вот если вы увидите, у нас получилось вот так. Видите, вот коричневый вот этот наложился на наш карандаш. И оно получилось так интересненько, да? Вот такой вот пушистой толстой кисточкой я хочу. Вот это здесь вот так вот тоже подтушевать. Так, чтобы тушевочка у нас была такая хорошая. Я люблю, когда растушевано хорошо и все в дымочку уходит. А вот. Ну вот так вот. Так, я хочу потом подбровное пространство. У нас же есть, да? Надо подбровное пространство красивенько сделать нам. Так, а чем мы его сделаем? Так, может быть, палеточкой Луна Сол мы его сделаем? Ну да, можно сделать. Палеточка от Японии Луна Сол. Я вам показывала палеточка Луна Сол. Это люкс, японский люкс Луна Сол палеточка. Нравится. Очень мягкие шелковистые тени. Вообще, японские тени, они, конечно, дороги, дороги, этот люкс японский, но тени такие нежные, деликатные, мягкие, очень красивые. Вот здесь есть светлый оттеночек, вот он, вот этот светлый оттеночек, видите, да, я его под бровку наношу, под бровочку. Можно нанести, чтобы там блик, чтобы был блик. Такой красивенький блик, чтобы был. Поэтому, после такого визажа в центре Москвы, на Тверской, я сказала, не-не-не-не-не. Если это центр Москва, а, понятное дело, туда же все-таки якобы должны брать, как это, специалистов, да, по визажу. Да еще ж мак, в то время так хорошо распиарили эту фирму, эту мак, и мое нормальное лицо, на которое можно нарисовать все, что угодно. Я не уж такая страшная женщина, да, тем более уж что-что, а глаза у меня хорошие. Ладно, губы маленькие такие, невзрачные, да, но глаза-то у меня хорошие, понимаете, и вот эти глаза так испортить. Лучшей косметикой. Ну и что? Естественно, я не хожу. Потом больше не садилась в кресло. Вот. Так. Так, что вам? Ну вот, хорошие тени, если кому нравится, девочки, присмотритесь, если там будете на ebay, допустим, делать заказ, и вам не будет хватать до того, чтобы набрать вам ту сумму, которая, ну, чтобы бесплатная доставочка, можете взять вот такую палеточку теней, ихнюю, ebay, ebay, а не не ebay, beautybay. Такие названия вообще, да, на русском языке иногда, как матерщина слышится, да, простите, простите, пожалуйста. Beauty Bay, это она beautybay, и ихняя именно палеточка. То именно вот эта раскладка, вот эти девять теней, видите, вот именно вот эти. Я не знаю, как другие цветные, но именно вот эти, она классная. Мягкие, хорошие, красивые, базовые цвета. А базовая палетка нам всегда нужна. Она такая, видите, наверное, 10 на 10 размером. Ее можно взять всегда с собой. Все хорошо, стильненько, классненько. Мне нравится, вот реально. Очень нравится. Так. Что я хочу? Я хочу, сегодня пятница, надо чуть-чуть сверкнуть. Салли, успокойся. Салли. Салли, пожалуйста, я скоро закончу, потерпи. Простите, пожалуйста. Вы представляете, какая упертая, да? Так, я хочу немножечко просто приукрасить свой макияж. Хочу приукрасить свой макияж, и я хочу приукрасить его шиммером, как топером каким-нибудь, чтобы он немножечко блестел у нас. Чтобы блесточки у нас немножечко были. Я, наверное, возьму вот эту от Seattle London палеточку. Здесь есть такой красивый топпер, вот он светло-светло-салатовый. Ну, на нем, знаете, как? У него база коричневая, светло-светло-коричневая, а блесточки какие-то светло-салатовые. Ну, коричневый с салатовым классно же смотрится, да? Вот я хочу вот этим топером, вот он третий сверху, вот этим вот топпер поставить на середину века, чтобы, ну, чтобы красиво было. Потому что я пойду, вот сейчас вечер, в магазин, и когда электрический свет падает, то глазки так блестят, и это так завораживает. Вот так, видите, пальчиком сюда вот на серединку подвижного века. Можно матовым, вот так вот матовым оставить, просто потом, да, накрасить реснички, и все, и у вас будет такой вот, ну, да, такой смокий коричневатый, да? Такой кошачий. И просто реснички накрасить, и все. А можно вот поставить блик, если это вечер. Блик, я думаю, можно ставить любого цвета. Я ставила любой цвет. Сейчас я ставлю такой цвет. Почему? Потому что, ну, во-первых, у меня зеленый ободочек, во-вторых, у меня зеленые глазки, во-вторых, такой очень шикарный этот шиммер. У него база светло-коричневая, а сами вот эти мелкие блесточки, которые будут блестеть, они такого красивого салатового цвета, зеленого, теплого зеленого цвета. А тепло-зеленый и коричневый цвета, они хорошо сочетаются. Поэтому будет симпатично. То есть, вроде бы и, как он называется, вроде бы и матовый такой смокий, но красивенький. Но оттенок очень красивый, девочки. Посмотрите, если будет, то вам видно. Вы представляете, какая утертая кошка. Надеюсь, она мне не напишет от злости на мою там кровать. Салей! Успокойся, я уже скоро закончу, девочка моя, пожалуйста. Просто не могу встать. Не хочу и не могу. Так, вот такой красивенький получился у нас, видите, да? В топе. Карандашиком слизистую верхнюю и нижнюю еще раз подчеркну, чтобы было поярче. Просто, чтобы было поярче. Вот такой маленькой своей кисточкой, вот такая маленькая кисточка. Такую, знаете, вот я вот так вот ставлю вот здесь вот у края. Вот так ставлю, так и так. Чуть-чуть, чтобы такая тоненькая, якобы стрелочка такая еле заметная была. Как бы вытягиваем тоже глазик. Чтоб он такой был. Так, и я хочу вам показать то, что многие ее знают. Я тоже хочу вам показать, почему нет. Это тушь от Эвелин. Тушь от Эвелин Варьете. 200, что-то там 70 рублей. 270 рублей Эвелин Варьете. Классная тушь. Мои реснички, сами видите, какие практически их нет. Тоненькие, реденькие, коротенькие, светленькие. Скажем так, среднестатистические славянские ресницы. Хотя я не чистокровная славянка, но... Такая кисточка маленькая, хорошенькая. Тушь классная. Тушь классная. Я ее недавно только купила. Один раз попробовала. Классная. Ну и вот сегодня вам тоже ее демонстрирую. Хорошо разделяет, хорошо подкрашивает, хорошо удлиняет. Ну, я говорю, вот прям хорошая тушь. Не на каждый день, а если несколько раз нанесете, и такие драматические может сделать реснички. Ну, такие густые, большие. Мне понравилось. И как в руках она, и вид у нее, видите, такая красивенькая, золотистая туба. Чем-то напоминает Vivienne Sabo. Кабаре. Варьете, кабаре. Одно и то же. Мне нравится. Если закончится, буду повторять ее. Потому что я всегда в поиске хорошей туши, но бюджетной. Потому что, знаете, девочки, я покупала дорогие туши и за тысячу рублей, и за две тысячи рублей. Эту сумму они не оправдывают. Тем более, когда красишься каждый день, за два, за три месяца кончается, и ты платишь две тысячи за тушь, а она в лучшем случае кончается за три месяца, а в худшем, через месяц уже вся сухая. И не красит то, как тебе надо. Ну и смысл за две тысячи ее покупать. Я не вижу смысла. Поэтому тушь я всегда ищу бюджетную, но хорошую. Чтобы хотя бы три месяца я могла нормально красить свои реснички. и чтобы это мне сильно по бюджетному карману не било. Поэтому вот это то, что, на мой взгляд, она хорошая по качеству, бюджетная. Бюджетная. Так она там 270 рублей в подружке стоит, а если там со скидками, то будет еще дешевле. Чуть-чуть вымазала глазик, потом подотру. Простите, что молчу, но покраска ресниц такой момент ответственный. Сколько с началом все глазики готовы хорошая тоже девочки смотритесь за свои денежки отличная тушь намного лучше там этих и в сен варанов мне не нравится вот этих шанелей там вот это все игру не стоит на бюджет свой тратить на вещи которые прям не совсем первой необходимости касах когда каждый день никто краситься использует но тем не менее можно найти очень хорошие варианты бюджетные и за более адекватные человеческие деньги так ну что мы нанесли то есть вот такой макияжик у нас получился достаточно быстро делается так еще раз припудрим лицо у меня кисточка для пудры это я кстати брала на алиэкспресс уже на года три назад нравится симпатичная что-то надо стоило рублей 200 что ли ее два раза в индию брал да нет я им же три четвертый год на четвертый год кистина видели прикольная мягкая кисточка 4 год пользуюсь она в общем-то как новая хорошая хорошая мягкая красиво выглядит да это я уже четвертый год и пользуюсь вы говорите алиэкспресс там есть хорошие вещи за алиэкспресс и она стоила там что рублей 200 четыре года назад так так я буду идти буду ходить по магазинам соответственно надо маску одевать маску одевать я не хочу я буду платок завязывать так это чик чик в таком знаете этом восточном стиле такой как типа хиджаба делает только закрытым лицом даже будто не только глаза плюс поскольку я следую древнейшей ведической традиции ведической традиции женщина на межбровье ставит бинди вот это определенная энергетическая . она женщине дает и защиту из дает и защиту то есть она много функций дает она дает защиту она дает если кому интересно как говорится развитие интуиции то есть третьего глаза способствует и плюс это также еще показатель того что женщина находится в паре в замужестве скажем тогда что у нее есть мужчина поскольку я естественно хочу чтобы мой третий глаз хорошо работал я это делаю вот плюс естественно я хочу быть защищена чтобы когда люди на меня смотрят чтобы взгляд шел не прям на меня а сюда сюда вот и это часто людей сбивает с толку и я вижу как они теряются когда начинаешь с ними говорить они раз и они уже свою мысль теряют и смотрят на эту точку твою как за как за зомбированный такие на эту точку смотрят вот от чужих мужчин кстати это очень хорошо защищает я помню меня один парень кавказец в москве пригласил на свидание он такой хитрющий ну я уже понимала конечно что ему надо и побыстрее да а я же так думала мне это не надо я просто хотела какому прогуляться и просто посидеть пообщаться посмотреть стоит вообще на него там обращать внимание на это на парня нет и я пошла на свидание мы договорились там в кафе встретиться и я надела бинди только более большой и такой блин там много стразиков было ну красивое такое голубое бинди красивое и вот мы сели и он же думал что он сейчас будет сидеть и мне навешивать лапшу на уши чтобы я растаяла вся и уже в первый вечер пошла с ним куда ему хочется да девочки как вы думаете у него получилось у него не получилось навешать мне лапши потому что он сидел и вот только начинает говорить там вот это ты там и вот это лапша лапша а надо же на лицо смотреть а он хочет смотреть на лицо а у него глаза автоматически переходят на эту точку и он в эту точку смотрит и уже своим и у него все его внимание все его мысли да в то есть понимаете его вот эта точка она сбивала с его мыслей с его вот этого то что он там запланировал а вот и естественно поскольку он видать где-то понимал что у него ничего не получается и он отвлекается на эту точку не может сконцентрироваться да и классно мне навешать лапши на уши да и тем самым получить свое его это подбешивало поскольку кавказский мужчина азибарчанец был он естественно начал что это что это с ними мессонными я не могу на это смотреть а я же понимала в чем дело я говорю почему это что не красиво красиво да ты и так красивой это мне мешает это мне мешает с ними с ними я не могу это видеть зачем ты это с ними я не буду снимать зачем я буду смотреть это мой образ сегодняшний там то да сё а я сама сижу это потому что анализирую, и мне самой уже внутри смешно. Но я понимала, он не понимал, в чём дело. А я понимала, в чём дело, естественно. И он кричал, и он только начинает говорить, вот, я так хочу, вот это. И вот это же он глазами, а потом раз на меня, и опять в эту точку. Короче, эта точка сбила все его планы. Понимаете, вот это бинди, бинди, она сбила все его планы. Он ругался постоянно, что сними, ну почему не снимешь, ну сними. Я говорю, я не буду, как, нарушится весь образ, я не буду снимать. Я говорю, это моя традиция, я ношу, то есть. Я ему не сказала, что это для защиты я одела. Да, вот. Потому что, когда ваш мужчина, да, ему не надо там вешать лапшу на уши, как-то то-сё, как бы наоборот. Допустим, у меня индийский сейчас мужчина, да, он говорит, а где, ты ходила на улицу, да, а почему бинди не одела? Пускай все видят, что у тебя есть. Ну что, это также показатель, что женщина в паре. Тоже один из функций биндей. Показатель, что женщина в паре. Ставят бинди и ставят синдур. На пробор еще ставят синдур. И раньше я тоже носила синдур, иногда тоже ставлю. А вот. Ну сейчас платок буду одевать вот так вот, все, синдур нет смысла ставить. Потому что я сейчас буду так одевать платок, потом сюда. Да, то есть будет только вот так вот у меня видно. Вот. То есть это защищает женщину от чужих мужчин, потому что они не могут сконцентрироваться. Они не могут ей навешать лапши. То есть они не могут на себе удержать вот это женское внимание, да. То есть он хочет, ну как бы, да, там свои чары, свои там вот эти на меня напустить, а эта точка его сбивает. И кажется, такая маленькая штучка, но она спасла. Не то, что он там хотел меня там насиловать, нет, ну сам факт. Понимаете, да? То есть эта точка помогла мне не попасть под вот эти ложные, вот эти чары, под вот эту лапшу этого парня, да, как бы. Потому что, ну, женщины, вы знаете, да, нам, если хорошо на уши навешать, мы же начинаем верить, и уже как слепой котенок идем за этим мужиком. Ну, девочки знают, как это бывает. А так эта точка, она не дает мужику, скажем так, влиять на вас. Тем более, если у него какие-то вот хитрые там мотивы в отношении вас, да, она просто не дает на вас как-то оказывать такое вот хитрое влияние. Вот. А когда свой мужчина, ну, ему нормально, ему уж не надо вас там как-то ложно очаровывать, да, чтобы вами там воспользоваться на пару часиков, вот. Он спокойно воспринимает, даже сам вам может купить эти бинти, да, то есть там приклеить, синдор нанести, то есть, вот. Ну и так он видит, что вот, все, все, а делаешь, все, что надо. Вот я, допустим, хожу, и мой, допустим, спрашивает, а ты куда, ходила на улицу? Я говорю, ходила. А где бинти? Я говорю, ой, забыла. Бэби, ты моя или нет? Я говорю, твоя, твоя. Надо бинти. У тебя муж есть. У тебя муж есть? Я говорю, есть. Ты моя? Моя. Твоя. Ты твой. Ты мой, ты твой. Бэби, надо. Я говорю, хорошо. Это, ну, защита. Твоя защита. Вот. Чтобы, во-первых, издалека было видно, что эта женщина занята. У нее есть мужчина, что это занято. А вот. А если даже мужчины этого не знают, этой традиции, да, что это бинти показывает, что женщина занята, и все равно начинают клеиться, то когда он подходит к тебе, чтобы приклеиться к тебе, а оно не клеится. Вот эта точка, она так действует, что она не может приклеить чужого мужика к вам, понимаете, да? И тем самым защищает вас. И защищает не только от мужчин, а и от других людей тоже. Потому что, чтобы на нас повлиять, люди часто нам смотрят в глаза, там пытаются, ну, как бы, наше внимание на себя, ну, как бы, зацепить. А когда на вас точка, то человек не может зацепить это внимание. Он сам зацепляется за эту точку и уже что-то хотел сказать, а сам, а-а-а. Он это смотрит, знаете, рот открыл, и все, у него уже все потерялось. То есть он не может на вас воздействовать. Понимаете, да? Поэтому бинди, вот люди спрашивают, ой, а зачем ты носишь, а почему в Индии это носят, да туда-сюда. Здесь несколько функций. Вот. Усиление развития аджина чакры, то есть третьего глаза, интуиция, третий глаз, видение. Для каждого человека, тем более для женщины это важно и нужно. Вот. Плюс это защита. Вот. И плюс показатель того, что у женщины есть мужчина. Есть мужское начало. Защитник есть мужчина, чтобы другие мужчины не клеились. Вот так. Так что у нас... У нас темнеет, да? Так, чуть-чуть было лирическое отступление. Девочки, что я вам хочу показать. Я купила себе... Вот у меня было... Девочки спрашивали, да? Как это... Бронзер, бронзер. Что такое бронзер? Как им пользоваться? Вот я хочу показать, что такое бронзер, как им пользоваться. Я и заодно хочу показать свою новинку. Это фирма Canmake. Если вы видите, да? Это Canmake. Это японская фирма, но она считается масс-маркет. Масс-маркет, не люкс. Масс-маркет. И вот упакована вот в такую штучку. Вот это, да? Ну, это палеточка. Это палеточка. Вот смотрите, какая... Самое главное, какая красивая палеточка. Это палеточка для лица. Здесь бронзер и румяшечки. Это фирма Canmake. А, здесь еще кисточка, видите? Кисточка хорошая. И я уже несколько месяцев получила. Я на ebay купила. Кстати, 950 рублей. Масс-маркет 950 рублей. Японский масс-маркет фирма Canmake. И вот эта палетка 950 рублей на ebay. Кисточка потрясающая, красивая, мягкая, хорошая. С натурального ворса. Вот она идет к нему. И палеточка. Вот она такая красивенькая у нас. Ё-моё! Представляете? Упала и... И вылетела. Ну, я не знаю. Может, можно исправить? Может, как-то оно зацепляется? Сейчас я посмотрю. Ну, это не разбилось. Видите? Сама палетка не разбилась. А крышечка отлетела. Просто вот на стол упала. Ну, как-то... Скорее всего... А, здесь можно зацепить, кстати. Ну, это ж японцы. Они должны были как-то что-то придумать. Здесь оно просто... А, все, девочки, я починила. Оно просто здесь... Вы представляете, да? Вот Canmake Mass Market упала. Девочки, упала. Ну, вот я починила. Оно просто здесь, видите, вот... То есть, можно даже его снять. Можно снять, а потом одеть. И вот, когда она упала, она просто снялась. Она не разбилась, она снялась. Видите? 900 рублей. И вот, смотрите, здесь бронзер какой красивый. И румяшечки. Видите, какого красивого цвета. Я еще не пользовалась, хотя уже два или три месяца она у меня лежит. Специально ждала видео, чтобы вам показать. А вот. Вот такой красивый. Ну, здесь персиковый больше оттенок. А там был еще второй вариант. Розовый. Ну, я взяла такой. Видите, красивый персик. Румяшечки. Палеточка вот такая. Ну, где-то 5 сантиметров, наверное, 5. Или 4 на 5. 4 на 5. Маленькая, красивенькая палеточка. Canmake нарисована. Нарисована Япония. Вот. Ну, обычный. Ну, можно сказать, запаха нету. Вот. Ну, очень мне нравится. Я очень хотела. Искала на ebay. Нашла. А вот. Такая палеточка. И вы видите, упала. Да? Она просто от... Ну, как... Я думала, что разбилась. А нет. Она просто оттуда. Ну, как... Ну, вылетела. А ты опять на место вставляешь. И все. И вот такая кисточка идет. К нему идет. Такая кисточка. Мягкая, красивенькая. Я говорю... Масс-маркет. 950 рублей. Но, видите, качество... Хорошее. Да, это, по-моему, натуральная. Или даже синтетика. Ну, неважно. Ну, очень хорошая девочка. Очень хорошая. Вообще потрясающая. Ну, мы ею не будем. Я не знаю, как это, ею пользоваться. Ну, не сейчас. Потому что уже время. Уже, видите, темнеет. А вот. Сейчас я вставлю в эту. Это моя новиночка, скажем так. И вот она в этой такой коробочке. Видите, вот. Canmake. Вот этот Япония. Кому интересно, обратная сторона. Вот показываю. Я своей обычной кисточкой. Сейчас нанесу бронзер. Я же обещала показать. И румяшечки. Хотя у меня есть еще одни румяшечки. Это уже с Алиэкспресс. Но закос под Canmake румяшек. Сейчас мы контур нанесем. Так. Ну, смотрите. Для чего нужен бронзер? Бронзер нужен для того, чтобы у нас лицо было не белое, а плоское после тона. А чтобы можно было прорисовать скулы. Вот здесь, если надо. Линия, да. Чтобы скрыть второй подбородочек, если он есть. Можно вот контурировать носик. И также вот у кого лоб большой. То есть он придает как бы загар. Бронзер, он бронзирует лицо. И чтобы лицо было такое не плоское, белое, да. А как загарчик. По тем местам, где нам надо. Или же бронзером можно сделать скульптурирование лица. То есть выделить все скулочки, где нам надо. Носик, где нам надо. Вот эту здесь ямочку можно так чуть-чуть забронзировать, чтобы тоже объемность какая-то была. Можно скрыть подбородочек. И, соответственно, лоб тоже. Из широкого лба сделать узенький, маленький и так далее. Ну и давайте этим... Вот я беру с вами вместе. Видите, ромашечки. Иначе за 2-3 месяца эти ромашечки бы стерлись. Видите, здесь принт есть. Я люблю, когда на косметике есть какой-то принт. Вот если на косметике есть принт, я его куплю обязательно. Если красивая коробочка маленькая, принт. Все, это моя любимая косметика. А есть еще хорошего качества. И вот смотрите, вот я бронзирую. Вот я беру, вот. Видите, и вот уже появляется вот это. Смотрите, какой хороший. Вот я совсем легко кисточкой дотрагиваюсь до этого бронзера. И вот он у меня вот так вот. Смотрите, видите, уже вот видно. Чтобы лицо у нас не было плоским и белым. Потому что мы когда наносим тон, пудру, оно у нас сплошное белое. То, чтобы потом опять придать рельефность, скажем так, нашему лицу. Если оно полненькое, может даже благодаря такому скульптурированию сделать худее. Если слишком светлое, придать загара. То есть, видите, уже вот так. У меня сейчас темно, я могу сделать что-то неправильно, потому что уже темнеет. А лампу не хочется включать. Ну, примерно. Я же просто обещала, да, показать. Я вот здесь сделаю, вот здесь тоже, чтобы так не плоско было, да, а вот эту ямочку. Такую, видите, да. Нос я не контурирую, потому что он и так у меня не особо широкий, чтобы его узким делать. Редко когда делаю, но сейчас уже времени нет. Второй подвородок намечается, потому что умею печь вкусные пирожки. Ну, скоро весна, надо в пирожках уже себя как-то ограничивать, чтобы привести себя в форму. Что-то я, честно скажу, набрала где-то килограммчиков 5 я набрала. И они у меня отложились, где в щеках в лице, естественно, и в животике. Набрала за зиму. Потому что иногда, когда ты хорошо готовишь, это плюс, но иногда это минус. Потому что сама себе даже как приготовишь, так вкусно. Так, ну, лоб я не буду контурировать, ну, что я говорю, платок одевать. Ну, примерно, ну, у меня лоб широкий, то я делаю, вот видите, чтобы у меня вот широкий лоб, да, то я вот так вот иду, вот так вот иду. То есть я вот здесь вот делаю. Вот, вот здесь. Чтобы лоб сделать уже и не таким высоким. Потому что у меня лоб и высокий, и широкий. Ну, понятное дело. Лоб учителя. Вот. Поэтому я вот так вот. То есть мы бронзируем, скажем так, вот эти места. И с помощью бронзера мы сможем, можем своему лицу придать скульптурность, загорелость, если хотим это сделать. Потому что контур можно делать и с помощью контура. Такой, ну, он более уже такой серовато-коричневый цвет, да, там чисто контур идет. А бронзер, он больше нам дает загорелость, скажем так. Ну, можно совмещать. Можно бронзером вот здесь вот сделать. Можно совмещать и бронзер, и с корректором. Ну, сейчас я вам показываю именно бронзер, как я лично делаю бронзером. И плюс показываю свой новенький бронзер. Может, кого заинтересует, поищите Canmake Япония. Ну, как видите, да, даже упал, но не разбился. Крышечка отлетела, но на место поставилась. Кажется, пластика. Видите, как все здорово. Ну, и вид, на мой взгляд, очень красивенько. Смотрите, какой миленький, да? Какой миленький принт. Видно, да? Красивенький, миленький, аккуратненький. Можно с собой брать. Румяшечки и бронзер. Я говорю, мне нравится японская косметика. Хоть масс-маркет, вот как Canmake, хоть этот Soku, или там этот Lunasol, который уже люкс в тени нравится. И вот румяшки, и бронзер. Не знаю, очень красиво, очень естественно. Смотрите. Смотрите, цвет такой прям хороший, бронзера. Ну вот. Ну и давайте сделаем румяшечки. Вот. Можно сделать румяшечки. На яблочки ставим. Хотя здесь у нас будет платочек, но... Я лично, я не знаю, видно вам там или нет. Наверное, не видно, мне тоже уже не видно. Ну ладно. Ну, будем думать, что они там есть. Ну, в общем, кто просил, да, я потом, наверное, сделаю отдельное видео. Чисто покажу, какие у меня есть бронзеры. То есть видео так и подпишу. Мои бронзеры. Думаю, может быть, завтра, послезавтра сделаю такое видео. Ну, а на сегодня вот чуть-чуть, я вам про бронзеры рассказала, да, куда их наносить, зачем они нужны. Просто, чтобы придать загар и скульптурность нашему лицу, чтобы оно не было белым. И вот показала свою новиночку. Вы знаете, мне нравится и упаковочка, и цветовая гамма. И я, наверное, как говорится, куплю второй вариант, где румяшечки розовые. Потому что здесь более персиковый оттенок, ну, красивый персиковый. Очень красивый, он смотрится очень красиво. А второй вариант, там, розовый цвет, он более такой барбишный, да, но мне нравится. Я думаю, что если буду делать заказ, то я возьму и второй вариант, пусть будет. Ну, что, такая вещь нужна всегда нам. Вот. И сейчас я вам хочу показать румяшечки. Ой, так. Румяшечки хочу показать. Ну, что, будем включать лампу, девочки. Что делать? Вот так. Ух! Будем включать лампу. Потому что... Потому что все-таки опять я засиделась. Так, а где мой пульт управления этой лампой? Так, это темный цвет, да, он делает? Это самый светлый. Опять, видите, я засиделась. А день сейчас короткий. Ну, ладно. И хочется и это показать, и это рассказать, и то, и сё. И видите, как это, засиживаюсь. И уже... Ага, ну, время шестой час. Ну, всё равно, если бы было бы лето, то летом в шесть часов вечера ещё достаточно светло. Ну, ладно. При лампе чуть-чуть поработаем, да? А вот. Зато, может быть, будет видно вот эти, как они у нас, блёсточки теперь. Поскольку лампа включена, да, искусственный цвет. Можно блёсточки увидеть, которые я нанесла. Вот эти топеры. И у нас такой получился блестящий. Этот блестящий получился у нас Smoky Eyes, девочки. Посмотрите, видите? Так. Что я вам хочу показать? Хочу показать тоже моя новиночка. Ну, эту новиночку, видите, оно сделано по типу. По типу, как Canmake. Но в Canmake один в один. В Canmake один в один. И коробочка, и всё, вот всё-всё-всё наполнение есть. В Canmake такие румяшки. Но это я купила за кос под Canmake, под румяшки. И это я купила на AliExpress. И стоило, что-то там оно, около 300 рублей. Около 300 рублей. Китайская уже какая-то косметическая компания. Но по виду всё вот один в один. Девочки, вот просто один в один копия на Canmake румян. Потому что у Canmake вот такие есть палеточки бронзи-румяна. А есть просто румяна вот такие палеточки. Ну, на тот момент я с ebay мне была знакома и не нашла. А хотела очень румяна. А нашла аналог на AliExpress и в один в один. То я решила на AliExpress за 300 рублей взять. Я так подумала, я возьму, если понравится. Хотя бы даже просто вот как выглядит и так далее. То потом найду уже в Canmake такие румяна. И румяна куплю. Но я нашла. Ну, они тоже там 900 рублей. 900, 1200, 1500. Понимаете? Ну, я думаю, взять стоит. Потому что, несмотря на то, что это японский масс-маркет. И по нашим меркам 1000-1500 рублей. Это так кажется уже не масс-маркет. Но качество хорошее, нежное. Хороший пластик, красивенький, оформленный. И вот смотрите. Это вот кисточка тут есть такая. Ну, честно сказать, она такая себе. Ну, можно попользоваться. Ну, так себе. Вот. И смотрите. Я, правда, взяла такой оранжеватый, рыжеватый оттенок. Потому что у меня все остальные румяна, они такие. Ну, больше в розовый цвет. А тут я решила взять вот такой чуть-чуть. Видите? Как персиковый. Больше персиковый. Видите, да? Ну, тоже смотрю. Но я ими пользовалась, конечно. Тут видно, что я пользовалась несколько раз. Вот. Видите? Такие цветочки. Здесь такой принт. Почему мне нравится? Потому что принт есть. Понимаете? Пластик красиво оформленный. И принт есть. И вот эти, они стоили что-то 230, то ли 250 рублей на Алиэкспресс. Ну, мне так понравилось. Думаю, и прям копия, копия Кенмейка румяна. Я думаю, я возьму за 230 рублей. Хоть в руках подержу, попробую. Если понравится, хотя бы приблизительно, то я просто уже потом потрачусь за тысячу с лишним, куплю на eBay. Я нашла вот продавца. И у этого продавца, где я брала вот эти, я нашла. У него есть. Попозже, может быть, возьму себе. Хотя у меня сейчас румянки много. Даже не знаю. Теперь брать, не брать. Ну, если понадобится, то возьму именно там. И вот я такие оттенки взяла, видите, да? И вот давайте сейчас тоже возьмем их, скажем так, в работу. И знаете, чем они хороши? Они, кстати, вот эти, они матовые. Вот эти румяшечки, они матовые. А эти, они чуть-чуть с таким, как бы, шиммером, понимаете? Ну, не шиммером, а эти, как сатиновые. Они эти сатиновые. И они хороши тем, эти румяшечки, что вы их наносите, и получается и румянец, и хайлайтер. Тем более, видите, здесь есть такой самый светлый желтоватый цветочек. Вот. И он действительно работает, как хайлайтер такого цвета шампанского. Прикольно. Я вот как раз кисточкой вот так вот беру, и получается так вот наношу, и получается здесь цвет, а здесь хайлайтер. И сами они все, вот они сатиновые. Они сатиновые. И такой красивый персиковый, даже, я бы сказала, абрикосовый оттенок дают. Ну, прикольно, мне нравится. Мне нравится. Тем более, за 230 рублей, девочки, вот так вот поиграться, вообще красота. Они приятные, на мой взгляд. Вот эти цветочки, принт, мне нравится. Продукта достаточно. И вот я вот так вот беру, и вот. И одновременно и цвет, и хайлайтер будет. Тем более, к нашему теплому макияжу как раз такие румяшечки подойдут. Вот так. И оно все подойдет. Не знаю, мне нравится. На моем лично лице, да, оно не подчеркивает структуру кожи. Я говорю, ложится, как будто хороший, хороший, дорогой продукт. И цвет есть, и такой легкий, как хайлайтер есть. На дневное время нормально текстуру кожи не подчеркивает. Девочки, за 200 рублей, за 200 рублей румяна, с Алиэкспресс, как говорят, да? Ну, это какой-то китайский бренд. Он называется Daisy, Daisy Deer. My dear, да? My dear, Daisy. А, ну, наверное, если перевести, наверное, он называется Дорогая Daisy. Дорогая Daisy. Daisy Deer. Daisy Deer. Я говорю, вот это оформление такое красивенькое. Видите, да, с золотистым этим. Вот если прочитаете, вот посмотрите, может, кто захочет найти, девочки, найдите. Там разные оттенки. Разные оттенки. И я думаю, вам понравится. Ну, мне нравится. Я говорю, 230 рублей, ну, на мой взгляд, шикарная вещь. Вот оттенок есть, легкий хайлайтер есть. Лично мою кожу, структуру не подчеркивает. Вообще классно. Вообще супер. Мне очень нравится. Такой румянец. Так что, вот, девочки, на сегодня показала вам вот такие маленькие свои новиночки. Это новиночка, и это новиночка. Тушь, ободочек, тенюшечки. Считай, вот макияж выполнен буквально, буквально выполнен новиночками. Ну, вот эти мне, конечно, очень нравятся. Очень нравится. Даже вот сама коробочка. Вот, не знаю, прям. Мне лично очень нравится. То, что принт, ромашечки, цвета такие красивые. Такие вообще мне очень нравятся. Кисточка, опять же. Надо, может, сюда ее положить. Она будет? Нет, она не закроется. Надо, наверное, положить ее все-таки в коробочку. Аня закрылась. А, вот, можно кисточку вот так вот положить и закрыть. Потому что я, честно, чтобы вот этого лишнего не было, хочу коробочку выкинуть. Вот я ее не выкидывала специально, чтобы вам показать. Но сейчас, поскольку уже показала коробочку, вот эту Canmake я тогда выкидываю. Еще раз вам покажу, может, кому интересно, как пишется Canmake. Вот. А так мне очень... Да, я буду кисточку держать. Это так буду держать. Нравится, прям, очень нравится. Серьезно. Я говорю, мне японская косметика прям очень за... Вот такие штучки. Миленькие, девчачьи такие штучечки. И вот эти. Полная копия. Вот серьезно, копия. А может, даже и по качеству копия. Canmake румян. Ну, 230 рублей. Дорогая Дэйзи. Дорогая Дэйзи. Вот. Ну что? Я красивая или нет? Так, девочки. Пойду на улицу, буду одевать платок. Буду одевать платок. А раз платок на лицо, зачем нам красить губы, да? Значит, губы красить не будем. Значит, нанесем какой-нибудь, просто карандашик. Просто какой-нибудь карандашик можно нанести, я думаю. Чтобы даже если на платке, чтобы он не сильно отпечатывался. Просто сейчас нанесу, чтобы образ, скажем так, завершить. Вот. А уже потом платок. Так, это у меня карандашик. Никс. А, этот карандашик я брала в Растаможке. Знаете, есть такие, ну, по крайней мере, в Москве, в Московской области, есть такие магазины, Растаможки называются. И там карандаши прям, стоит коробка. И там куча карандашей для губ. И здесь написано, что якобы от Никс, и он стоил 40 рублей. Ну, это я его брала года, два или три карандаша. Ну, карандаш хороший. Вообще классный. И цвет класса, за 40 рублей. Это мой, дай-ка возьму, попробую. Классный карандаш. Смотрите, сколько у меня, года три он у меня уже, три или четыре этот карандаш. Я что-то думала, ну, я сначала им красилась, видите, он уже такой, нет, такой большой. А сейчас, наверное, года последних, двое я не красилась, но вот беру, запаха никакого нету. Красить так же хорошо. Вообще чудесно. Видите, даже в Растаможке за 40 рублей можно найти карандаши. Столько времени, три-четыре года, никакого запаха, ничего. А брала карандаши для губ от Wet n Wild, хороший карандаш, красивый цвет, год постоял, год, ну, пару раз и накрасилась, потом он у меня стоял, потому что много же карандашей, да? Год не трогала. Открываю, наносить, а там запах. Ну, такой, знаете, вот запах, что уже постояла, что уже, ну, запах, год постоял, Wet n Wild. А здесь Растаможка от NYX 40 рублей. Ну, да, ему где-то четвертый год точно, потому что два года я в Индии, третий, ну, да, ну, я говорю, три-четыре года ему, ни запаха, ничего, рисует так же хорошо. То есть, вот нарисовал, даже помады не надо, он такой мягкий, хороший. Растаможка. Растаможка. Да. Продолжение следует... Простите за молчание, просто наблюдайте, как лягушка превращается в царевну Василису Прекрасную. Продолжение следует... Не засох ничего. Такой нейтральный оттенок. Я просто смотрю на время. Я хотела сегодня сделать пуджу, ягью, упаю на работу, бизнес, карьеру, финансы. Чтобы карма в этой сфере улучшалась. Я думала, сначала я накрашусь, запишу видео, быстренько сбегаю, найду кокосы и приду и сделаю эту ягью. Но время 6, а мухурта для этой ягьи в 6.30, поэтому я уже не успею побегать за кокосом. Поэтому я сейчас закончу видео, сделаю эту ягью. Она там полчаса занимает. А потом уже пойду гулять. Буду искать кокосы. Благо, считай, я живу в городе, в центре города. А вот магазины, все вот эти супермаркеты, тем более сегодня пятница, работают допоздна. До 10, до 11 работают. Поэтому в 18.30 я начну ягью, до 7 часов ее сделаю. И в 7 часов уже оденусь, пойду поищу кокосы. Ну, ладненько, пойду поищу кокосики. Так, ну, девочки, что я могу вам сказать? Вот. Ну, вот такое сегодня получилось видео. Что? А, вы знаете, вот. Это, конечно, он больше на контур похож, а не на бронзер. Тоже я недавно купила, буквально неделю назад. Насмотрелась в интернете. У девочек же, да? Это ламель. Да, это у нас ламель блаж. Написано ламель блаж. Ну, блаж это румяна переводится. Но на самом деле там цвет не как у румян. Фирма ламель 200 рублей в Улыбка Радуги. Магазин Улыбка Радуги 200 рублей. Маленький такой, наверное, сантиметра 4 на 4. Удобно брать с собой. Но цвет как раз-таки очень хороший, видите, да? И для контуринга, и для бронзирования. Ну, вообще контуринг. И многие ее берут как контуринг. И тут тоже есть принт. Видите, да? Такой принт. Есть ромбики такие. Вот. 200 рублей. Ламель хорошее качество. Все хвалят. Прям вообще очень хвалят. Я специально пошла. Это 404 оттенок. Оттенок номер 404. Ламель 404 оттенок. Принтик такой, видите, вот эти самые. Обычная, простая коробочка. Ну, маленький, хорошенький. Брать с собой. И как он? Ну, да, как контуринг. Контуринг, бронзер. Тоже вот новиночка. Купила, наверное, где-то неделю или две назад. Лежит, не пользовалась. Не, один раз попробовала. Вижу, так хорошо наносится, распределяется. То есть, ну, и все хвалят. Ну, и я взяла, думаю, маленький. 200 рублей. Думаю, что не взять, да? Там опять в поездку. Если поехать, вот как раз хорошо. Ну, вот такой показала. Есть у меня. Вот. Ну, эти вам сегодня показала. Есть у меня еще парочка. Парочка. Только там наверху лежит тоже бронзер. Недавно получила. Ну, это я потом отдельное видео сделаю. Может быть, завтра. Чисто по контурингам и бронзингам. Какие у меня есть. Вам покажу. Ну, а как наносить, сказала. Лобик, скулы, носик. Там здесь ямочку, если кто хочет. Шейку, если затенить. Второй подбородок. Ну, вот так вот. Так, девочки. Ну, ладно, буду я закругляться. То видео у нас уже почти два часа. Скоро. Как всегда. Вырезать ничего не буду. Я ничего не вырезаю. Я, как есть, так есть. Так что, кому нравится, смотрите. Хотите, смотрите, хотите. Нет. Ну, все. На этом я буду заканчивать видео. Надеюсь, сегодня макияж нормальный у меня. Сейчас сделаю ягью и побегу. Искать кокосы на завтра. Про бинди вам чуть-чуть рассказала. Чтоб вы знали. А то многие спрашивают. Чего да как. Ну, вот я вам рассказала зачем. Понимаете? Поэтому, как говорится, эта бинди даже может спасти женщину. Ее жизнь, ее честь. И вообще, как бы, от какого-либо негативного влияния других людей. Потому что она, как говорится, обезоруживает человека, который хочет на вас как-то какое-то влияние оказать. Понимаете? А сейчас же много таких, да? Вот они подойдут к нам, начинают что-то нам там впаривать. А вы раз так. И у человека оба, он на эту точку вашу смотрит и уже не помнит, что он вам хотел там впарить. Понимаете, да? Поэтому она очень хорошо защищает. Ну и плюс показывает ваш, скажем так, статус в отношениях, вы или не в отношениях. Ну и, честно сказать, я люблю носить бинди. Они есть разных цветов, разных размеров. У меня есть разные, много разных есть. Могу даже сейчас, кстати, показать. Вот. У меня есть там в коробках есть. А могу показать то, что сейчас есть рядом. Ой, ну они такие чуть-чуть замызганные. Потому что здесь в столе лежат вот эти коробочки. Ну вот такие вот есть. Видите, вот они в таких штучках продаются. В Москве их можно купить у индусов. Это гостиница Севастополь. Станция метро Севастополь. Гостиница Севастополь. Там торгуют много индусов. И у них есть такие штучки. Одна такая штучка может 100 рублей стоит, 150. И там много разных, видите, биндюшечек этих. Они бывают разноцветные. Вот, кстати, у меня такие вот есть тоже. Вот еще, видите. Тоже есть и других форм. Но они у меня там лежат. Это может быть потом когда-нибудь я покажу. А, ну вот, кстати, тоже есть разные. Тоже, видите, они на пленочке прицеплены. Вот они. Тоже красивенькие. Может быть, потом отдельное видео про биндюшечки сделать. Или когда буду их клеить, то будете видеть. Потому что сейчас уже все. Надо видео заканчивать. Тут уже и так два часа. Тем более они у меня там лежат. А эти здесь просто в столе. У меня даже есть коробочка тоже. Я под них коробочку делала. Вот. Ну, это тики тоже мои. И тоже, видите, вот они разные такие всякие есть. Просто я их сюда как бы клею на эту коробочку. Открываю. Ну, тоже с собой брала. Вот. Когда надо там куда-нибудь. Так. Ну, все, девчоночки, все. Буду заканчивать. Если кому что интересно, пишите в комментариях. Вот. Не стесняйтесь. Давайте общаться, дружить. Если хочется. Вот. Ну, все. Буду закруглять видео. Всем до скорых встреч. Всем пока. Всем всего доброго. Все. Всех целую. Обнимаю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok